Правительство округа продлило действие новой меры социальной поддержки для больных ОРВИ в период пандемии коронавируса. В кратчайшие сроки были проработаны механизмы доставки лекарств в города и сельские поселения региона. Проведен анализ обращений населения. На Ямале фиксируется высокий спрос на данную категорию лекарств. За период действия меры с июня этого года в округе выдано 62 185 наборов лекарств тем, у кого медики диагностировали ОРВИ или грипп. Ситуация с обеспеченными бесплатными лекарствами болеющих ОРВИ и гриппом находится под контролем Департамента здравоохранения Ямал-Невского автономного округа. Все лекарства, которые своевременно не получили пациенты, будут им предоставлены со второй волны поставок. На данный момент заключены госконтракты, поставщики лекарств отгружают медикаменты на Ямал. Они уже поступят в ближайшее время. В этом сезоне заболеваемость ОРВИ увеличилась в 3-5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, действие меры соцподдержки в виде бесплатных лекарств водилось на время режима повышенной готовности. И поскольку режим в последний раз был продлен сразу на месяц, органам здравоохранения пришлось в экстренном порядке запрашивать дополнительное финансирование и оформлять контракты. Это заняло время, прокомментировал руководитель Депздрава Ямал-Невского автономного округа Сергей Новиков. На данный момент в некоторых муниципалитетах еще остались наборы из первой волны. Их выдают пациентов. В остальных планируется ставить обратившихся в лист ожидания на вторую волну поставок. Как только лекарства привезут, все пациенты ими будут обеспечены, в том числе и те, кто не получил их вовремя. У всех препаратов длительный срок годности. Они могут еще понадобиться. Бесплатные лекарства – это социальная услуга. Она должна быть оказана человеку, у которого возникло на нее право. Стоит отметить, что наборы лекарств ранжируются по возрасту пациентов и типу лечения заболевания. Если в сентябре был ажиотаж на детские наборы, то сейчас необходимы наборы для взрослых. Очень сложно бывает предусмотреть, с какой тенденцией столкнется здравоохранение в эпидсезоне. Кроме того, лекарства не приходят с единой коробкой. Их собирают вручную, аптекари, отдельно для каждой категории граждан. Поэтому в зависимости от муниципалитета в наборе могут быть разные по названию, но содержащие одинаковое действие вещество, препараты. Далеко не всегда пациенту требуется для лечения антибиотик. Если в наборе его нет, значит доктор не видит оснований для его применения. Отметим, набор лекарств для лечения коронавируса существенно отличается от набора для больных ОРВИ. Продолжение следует...